В нескольких километрах от Усть-Абакана, на высоком берегу Енисея, до сих пор стоят корпуса сахарного завода, который назывался Абаканским. Он строился и работал в годы войны. Когда германские армии стали быстро захватывать европейскую часть страны, многие предприятия было решено перебазировать на восток. К нам вывезли оборудование и персонал двух сахарных заводов. На станцию Абакан к концу 41-го года прибыло более 150 вагонов. Из документов, хранящихся в Национальном архиве Хакасии, известно, что власти долго решали, где обустроить цеха. В итоге под них отвели площадку гидролизного завода с готовыми фундаментами. Их, конечно, пришлось адаптировать под новое производство, и это одна из проблем, с которыми столкнулась дирекция. В Абакан пришло не все оборудование, часть вагонов потерялась дороги. В результате корпуса построили, но запустить производство к осени 42-го года не удалось. Самые ответственные детали заказывали на предприятиях в Красноярске. По скобым архивным данным, Абаканский сахарный завод первую продукцию начал выдавать лишь в 1943 году. В основном это была патока и плохо очищенный от нее так называемый желтый сахар. Еще одной проблемой стала слабая сырьевая база. Сахарную свеклу, новую для Хакасии и юга края культуру, посеяли весной 42-го года. И даже запланировали среднюю урожайность в 135 сантиметров с гектара. Такие объемы обеспечили бы полную загрузку заводу. На отдельных полях, в передовых светловодческих бригадах получали более 200 сантиметров с гектара, но это были единичные случаи. Было засеяно сахарной свеклой 2100 гектаров. Урожайность была примерно 11,5 сантиметров с гектара, но в Хакасии свеклосенье встретило большие трудности. Председатели колхозов и директора совхозов и так были загружены работой. Они в последнюю очередь организовывали бригады для уборки свеклы, и поэтому зачастую урожай погибал на полях из-за заморозков. Доставка убранной свеклы на завод также была проблемной. Исправных грузовиков у колхоза в те годы уже практически не было. На лошадях вывозить большие объемы было нерентабельно. Так что даже весьма скромный урожай до завода полностью не доходил, и производство большую часть года стояло. Зато редкие недели работы приносили радость местной детворе, вспоминает ветеран труда из Остябакана Нина Михайлова. Когда с сахарного завода едет, на коне везут бочка деревянная, в ней патока. А мы им бежали и облизывали капельки. Жмых кинут нам с машины и везут. Мы жмых собирали, обдували и ели. Осложнило нормальную эксплуатацию предприятия крупная авария, последствия которой не смогли устранить к началу 1945 года. А директор завода вообще пропал, его не смогли найти даже сотрудники НКВД. В итоге в годы войны предприятие работало весьма нестабильно на основном производстве, но выполняло заказы обкома по выпуску деталей для тракторов. Его сотрудники, а это несколько сот человек, исправно получали зарплату, хлебные карточки, кормили семьи. Сельчан выручала оставшаяся в полях сахарная свекла, ее варили в чугунах, получалась вкусная сладкая масса. После войны завод остановили, оборудование перебросили назад, вывезли и все архивы, а здание осталось. Оно оказалось настолько прочным, что даже добыть кирпич на послевоенное строительство оказалось не под силу. В этих полуразвалинах перебывали, наверное, все дети поселка, оставили после себя памятные в кавычках надписи. А для настоящей истории сохранился лозунг 1946 года. Сейчас комплекс сахарного завода получил несколько необычную вторую жизнь. Здесь сейчас развивается спортивно-стрелковый комплекс для того, чтобы здесь люди, организации занимались стрелковыми видами спорта. Занимаются силовые структуры. Силовики отрабатывают в развалинах тактику антитеррористических операций, в частности, тренируются освобождать заложников. Владельца стрелкового комплекса вывезли из здания горы мусора, сделали его относительно безопасным для посещения. Предлагают придать развалинам статус исторического памятника и организовывать сюда экскурсии для тех, кто хочет побольше узнать об истории своей земли. Сегодня мы перевернули очередную страничку в истории Хакасии военной поры. Через неделю моя коллега Олеся Калиниченко расскажет о малоизвестных фактах жизневерующих и церкви в годы Великой Отечественной войны.